Ещё четыре обращения поступило в приёмную главы региона Максима Егорова. Одни из самых насущных на сей раз вопросы в сфере ЖКХ. Продолжают тамбовчане интересоваться и дорожной темой. Елена Исаева – жительница одной из двух этажек рабочего посёлка Умёд. Сегодня её дом, который был построен почти 40 лет назад, по словам заявительницы, в плачевном состоянии. Особенного внимания требует крыша. Крыша в ужасном состоянии. То есть второй этаж залит практически весь. Во время дождей течёт всё. Погнили потолки, погнили полы. Кроме того, у нас инвалид первой группы живёт. У нас есть многодетные семьи. Сколько обращались, крышу нам так никто и не починил. Капитальный ремонт ветхой крыши запланирован только на 2031-2033 годы. Однако, отмечает глава региона, работы можно сдвинуть на более ранний срок. Для этого жильцам необходимо провести общее собрание и совместно договориться о переносе. Кровля дома в их собственности. Проводится собрание. Заключается протокол. Протокол направляется в фонд капитального ремонта. Коллеги смотрят, соответствует ли это нормативным документам. После этого принимается решение в случае наличия денежных средств о переносе срока с 1931 года на 2024, на 2025. В свою очередь, Максим Егоров дал поручение руководителям профильных ведомств помочь заявительнице и разъяснить, как правильно запустить такой процесс. Ещё один вопрос главе региона адресовали жители Мичуринска. Не так давно я обращался в администрацию города с просьбой уборки территории, в общем сказать, благоустройства, а именно опилки деревьев, депростающих уставников, что было сделано в кратчайшие сроки. Но вместе с тем, мусорные баки, которые находились в пределах этих кустов, они теперь остались, можно сказать, открытыми. Глава региона поручил в короткие сроки исправить ситуацию и установить ограждение у контейнерной площадки, которая находится неподалёку от жилых домов. Решение услышала и жительница посёлка 1-е отделение совхоза Бондарский Бондарского округа. Она обратилась к главе региона по поводу строительства дорог. Сейчас на улицах населённого пункта нет асфальта, в дождь и слякоть передвигаться бывает практически невозможно. На следующий год выберем самую знаковую улицу, центральную, от которой можно добраться. Хотя бы начнём, хотя бы одну улицу сделаем. Надо просто вместе с жителями, вместе с администрацией района посмотреть, просто начать с чего-то. А дальше будем уже смотреть. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Ольга Кириллова, Область новостей.